На повестке дня объемы кастрюль и 33 способа искупаться, помыть посуду и постирать белье в одном тазике. Жители Куйбышевского района готовятся к жизни без горячей воды. Об отключениях они узнали из объявлений, которые были развешаны на каждом подъезде. Объявление висело, что горячая вода 25-го, по-моему, будет с пониженным давлением горячая вода. Якобы из-за долгов. Отключить горячие водоснабжения обещали на неопределенный срок. Из-за того, что якобы теплотранспортная компания «Зао Сутек» задолжала самарскому заводу «Нефтемаш». А потому «Нефтемаш» вынужден прекратить поставку горячей воды из своей котельной в тепловой пункт «Сутек». Тепловой пункт работает по принципу теплоотдачи. Горячая вода поступает в эти теплоотменники, где она отдает свою энергию, свое тепло холодной воде, нагревает ее до определенной температуры и та уже отправляется к потребителям. Соответственно, если завод прекратит подачу теплоносителя, то и «Сутек» не сможет производить горячую воду для населения. Свой долг перед ресурсниками в «Зао Сутек» не отрицают. С января этого года и по сегодняшний день действительно сформировалась задолженность в размере порядка 50 миллионов рублей. «На сегодняшний день при содействии администрации города подписан график погашения с самарским заводом «Нефтемаш». Он как раз датирован до 1 сентября. То есть вся эта задолженность должна быть погашена до 1 сентября текущего года». По мнению первого вице-мэра Владимира Василенко, объявление в Куйбышевском районе – это намеренное обострение ситуации в период подготовки к отопительному сезону. «Это попытка, на мой взгляд, руководца «Нефтемаша» придать этому процессу политическую значимость, выдавить деньги через недовольство населения. Но это метод не для нас, и мы этого точно не допустим. А все остальное, вот я вам еще раз говорю, это спор двух акционерных обществ. Вот не более того же». В прошлом году «Нефтемаш» уже прекращал поставку теплоносителя в августе-сентябре. Тогда жители остались без горячей воды больше, чем на две недели. Хотя это противоречит закону. В этот раз городские власти обещают не допустить ситуации, когда в споре организаций страдают горожане. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.